Беседа сороковая. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое свидетельствующее о мне. И я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Иоанна 5.31-32 Если кто не сведущий станет рыть землю, содержащую в себе металлы, то золото не добудет, а только перемешав все без разбора, понесет труд бесполезный и даже во вред себе. Так и не знающие порядка мыслей в Божественном Писании, не вникающие в его особенности и законы, а все невнимательное и безразличное пробегающее, смешивая золото с землей, никогда не найдут скрытого в нем сокровища. Это говорю я теперь потому, что предстоящее место Писания заключает в себе много золота, но оно незаметно и прикрыто снаружи большой неясностью. Поэтому надо было раскапывать и расчищать это место, чтобы дойти до истинного его смысла. Кто с первого раза не смутится, слыша слова Христа, если я свидетельствую о мне, то свидетельство мое не истинно. Мы видим, что многократно свидетельствовал о самом себе. Так беседы с женой самарянкой он говорил, «Я говорю с тобою», Иоанн 4.26. «Если Пому также сказал, говорящий с тобою, тот есть», Иоанн 9.37. «И иудеев обличал, вы говорите, что хуну говорю, потому что сказал, я сын Божий», 10.36. И во многих других местах он так делает. «Если же все это неправда, то какая останется нам надежда спасения? Где мы найдем истинность?» И сама истина говорит, свидетельство мое не истинно. И не это только противоречие здесь представляется, а еще и другое, не меньшее. Он говорит далее, «Если я свидетельствую о себе, истина есть свидетельство мое», Иоанна 8.14. «Что же скажешь нам принять?» «Которое из этих двух изречений считать неистинным?» Если мы примем эти слова просто так, как они сказаны, не обращая внимания ни на лицо, ни на причину, ни на что другое, в таком случае то и другое будет ложно. Если вообще свидетельство его не истинно, то эти самые слова не истинны. Не только последние, но и первые. Что же означают эти изречения? «Много внимательности нужно нам иметь, или лучше благодати Божией, чтобы не останавливаться на одних словах?» Потому еретики заблуждаются, что не обращают внимания ни на цель говорящего, ни на свойства слушателей. Итак, если мы не вникнем в это, а также и в другие обстоятельства, как-то время, место, дух слушателя, то может произойти много нелепостей. Что же означают слова Христовы? Иудеи намеревались возразить ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно!» 8.13. А он предупреждая их и сказал это, как бы так говоря, «Вы, конечно, скажете мне, мы не веруем тебе, потому что между людьми никто, свидетельствуясь о самом себе, никогда не заслуживает веры. Поэтому выражение «свидетельство мое не истинно» надо наразумевать не просто, а приспособительное к понятию иудеев, то есть «для вас не истинно». Таким образом, он сказал эти слова не вопреки достоинству своему, а приспособительно к их мнению. Итак, когда он говорит, «Свидетельство мое не истинно», этим обличают их мысли и преднамеренность их стороны возражения ему. А когда говорит, «Если свидетельствую я о себе, то свидетельство мое истинно». Этим показывает самую сущность дела, то есть что его, как Бога, следует почитать достойным веры и тогда, как он говорит о самом себе. Перед этим он говорил о воскресении мертвых и суде, о том, что верующий в него не подлежит суду, но перейдет в жизнь, что он восядет некогда на суд, чтобы потребовать от всех отчета, и что он имеет единую с отцом власть и силу, теперь намереваясь снова подтвердить все это, и еще иным образом, он по необходимости предварительно выставляет на вид их возражения. «Я сказал», говорит он, «что отец воскрешает мертвых и живит, что тоже и сын воскрешает, кого хочет». «Я сказал, что отец не судит никого, но весь суд передал сыну». «Сказал, чтобы все чтили сына, как чтут отца, и кто нестит сына, нестит и отца». «Сказал, слушающие слова мои верующие не увидят смерти, но перейдет от смерти в жизнь». «Я сказал, что голос мой воскресит мертвых, одних ныне, а других в последствии времени». «Сказал, что я истребую от всех отчетов о грехах, что буду судить правильно и вознагражу делающих добро». Так как все это было высказано, и все это очень важно, но ясного доказательства для иудеев еще не было дано, а только сказано прикровенно, то он, намереваясь поспешить к изъяснению сказанного, наперед представляет их возражения и говорит как бы так, хотя и не такими именно словами. Может быть, вы скажете, «Все это говоришь ты, но ты свидетель, не заслуживающий веры, когда свидетельствуешь сам о себе». Таким образом, он с первого раза поражает их любопрение, выставляя на вид то, что они намеревались сказать, и тем показывая, что он знает и тайные помышления их. А дав через это первое доказательство своей силы, он после возражения представляет и другие ясные и неоспоримые доказательства именно приводит трех свидетелей истинности своих слов, дела им совершенные, свидетельство отца и пропутиана. При этом выставляет наперед меньше именно свидетельства Иоаннова, сказав, «Есть иное, свидетельствующее о мне, и знаю, что истина его свидетельства призвокупляет, вы посылали к Иоанну и свидетельствовал он о истине». Иоанна 5.33. «Но если свидетельство не истина, как же ты говоришь, что свидетельство Иоаннова истинно, и что он свидетельствовал об истине? Видишь ли, как и отсюда становится ясно, что слова «свидетельство мое не истина» сказаны приспособительно к мыслям иудеев». 265. «Но что если Иоанн свидетельствовал так из угождения Христу, скажешь ты? Чтобы иудеи не сказали этого, посмотри, как Христос устраняет и такое подозрение. Не просто, говорит Иоанн, свидетельствовал о мне, а наперед заметил, вы посылали к Иоанну, а вы, конечно, не послали бы, если бы не почитали его свидетельство достоверным. А что еще важнее, они посылали спросить его не о Христе, а о нем самом». 1.19. Итак, если они почитали его достойной веры в свидетельстве о самом себе, тем более о другом. Мы все люди привыкли не столько верить говорящим о самих себе, сколько говорящим о других. А Иоанна признавали настолько достойным веры, что и касательно себя самого он не имел нужды в постороннем свидетельстве. Таким образом, посланы не спрашивали, что ты скажешь о Христе, а только кто ты? Что скажешь о тебе самом? Столь великое благоговение имели они к этому мужу. На все это Христос и указывал, когда говорил, вы посылали к Иоанну. Потому-то евангелист не просто сказал, что они посылали, но и о посланных с точностью заметил, что это были и священники, и фарисеи, а не простые люди, неотверженные, и не такие, которые могли бы увлечься и обмануться, но которые способны были в точности выразуметь сказанное Иоанном. Не принимая свидетельства от человеков, почему же ты привел свидетельство Иоанна? Потому что Иоанну было свидетельство нечеловеческое. Иоанн говорил, он засвидетельствовал об истине. Пославший меня крестить водою, тот сказал мне, Иоанн 1.33, таким образом и свидетельство Иоанна было свидетельство Божие, потому что по Божьей внушению он говорил то, что говорил. Но чтобы они не сказали, откуда известно, что Иоанн говорил по внушению Божию, и чтобы не прикосновили этому, Христос решительно заграждает уста их, направляя опять свою беседу против их мыслей. Многие, вероятно, не знали этого, а внимали Иоанну, как говорившему от себя самого. Потому Христос говорит, не принимая свидетельства от человека. Но если ты не намерен принимать свидетельство от человека и на нем основываться, то для чего приводишь свидетельство Иоанна? Чтобы они не сказали этого, послушай, как он опровергает и такое возражение прибавлением последующих слов, сказав, не принимая свидетельства от человека, он присовокупляет, но сие говорю, чтобы вы были спасены. То есть я как Бог не имел бы нужды в человеческом его свидетельстве, но так как вы более внемлите ему, считаете его достовернее всех других и к нему стекаетесь как к пророку, а весь город стекался на Иордан. Мне же не веруете и тогда, как я творю чудеса, то вот почему я и напоминаю вам его свидетельство. Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. 5.35 Чтобы они не сказали, что же, хотя Ян и говорил, но мы не приняли свидетельство его. Он показывает, что они именно приняли сказанное, потому-то и непростых людей посылали освященников и фарисеев. Так они уважали этого мужа и не решались тогда противоречить словам его, но выражением в час он показывает легкомыслие в том, как скоро они отошли Иоанна. Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Стих 36. Если бы вы хотели принять веру как следует, то я привел бы вас к ней лучше всего делами своими, но как вы не хотите этого, то я отсылаю вас к Иоанну, не потому, чтобы имел нужду в свидетельстве его, но я для того все делаю, чтобы вы спаслись. Я имею свидетельство больше Иоаннова, именно свидетельство от дел моих, но я не то только имею в виду, чтобы быть принятым вами по свидетельству дел, которые достойны веры сами по себе, но и по свидетельству людей, вам известных и вами уважаемых. Таким образом, словами, вы же хотели малое время порадоваться при свете его, упрекнув их в том, что они показали усердие к Иоанну, только временное и не твердое, он называет его светильником и тем показывает, что Иоанн имел свет не от себя самого, но от благодати духа. Впрочем, в противоположность этому свету, Христос еще не высказывает, что сам он есть солнце правды, а только намекает на это и тем сильно поражает их и дает видеть, что они его Христа не могли уверовать по тем же самым свойствам сердца, по которым пренебрегли Иоанном. И уважаемого имя человека они уважали только на малое время, а если бы поступили не так, то он скоро привел бы их к Иисусу. И так, доказав, что они во всех отношениях не заслуживают никакого извинения, он присовокупляет. Я же имею святительство боли Иоанна, какой же? Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Стих 36. Здесь он напоминает им о расслабленном, о сухоруком, исцеленном и о многих других, а свидетельствия Иоанновым иной из них может быть сказал бы, что оно преувеличено и сказано по дружелюбию, хотя, впрочем, и это-то не могли они сказать об Иоанне, мужа, исполненном строгого любомудрия и столько ими самими уважаемой, но о делах Христовых даже крайне безумны не могли иметь такого подозрения. Поэтому Христос и привел это второе свидетельство, сказав, дела, которые дал мне Отец, да совершу, те дела, которые я творю, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Здесь же он опровергает и обвинения в нарушении субботы. Они говорили, как может быть от Бога тот, кто не хранит субботы? На это он и сказал, которое дал мне Отец. Хотя он действовал и по собственной власти, но желая вполне показать, что он не делает ничего противного Отцу, он употребил смиреннейшее выражение. 267. Но почему не сказал дела, которые Отец дал мне совершить, свидетельствуют, что я равен Отцу? Ведь и то, и другое можно было видеть из дел его, и что он не делает ничего противного, и что он равен родившему его. Подобно тому, как в другом месте, утверждая это, он говорил, если и мне не веруете, то делам моим веруете, да разумеете и уверуете, что Отец во мне и я в нем. 10.38. То и другое свидетельствовали о нем дела, и что он равен Отцу, и что ничего не делает противного ему. Почему же он так не сказал, но оставив важнейшее, сказал только выше означенные слова, потому что о том-то и был прежде всего вопрос. Хотя уверить, что он пришел от Бога значило гораздо менее, нежели уверить, что он был Бог равный Отцу, так как первые пророки говорили, а последнего не могли сказать. Однако он с отчанием утвердает меньшее, зная, что когда будет принято меньшее, тогда уже легко будет принято и большее. Потому то вовсе не упоминая о высшем свидетельстве, он приводит меньшее, чтобы через последнее они приняли и первое. Сделав это, он продолжает, пославший меня отец сам свидетельствует о мне. Где же отец свидетельствовал о нем? На Иордане, когда сказал, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. На это свидетельство еще требовало объяснения. Свидетельство Иоанна было для них ясно, потому что они сами посылали к нему и не могли отказаться от того. Также очевидно было и свидетельство чудотворения. Они видели совершаемые Христом чудеса, слышали о них от исцеленных и верили, потому и обвиняли Христа. Осталось наконец доказать истинность свидетельства от Отца. Итак, намереваясь объяснить это, он присовокупляет. Ни голоса никогда не слышали. А как же Моисей говорит, Бог возлагал. Моисей же отвечал. Исход 19. 19. Как Давид же говорит, язык его же не видели, услышали. Салом 88. И как опять Моисей говорит, если какой язык народ слышал голос Бога живого, старозаконие 4.34, ни видения его не видели. Однако Аббеса, Иеремия, Иезекиили и многие других сказали, что они видели Бога. Что же значит Слова Христова? Он возводит их к любомудрому учению, показывая мало-помало, что у Бога нет ни голоса, ни вида, но что Он выше таких образов и звуков. Как словами ни голоса его не слышали, он не то выражает, что Бог издает голос, только не слышимый, так и словами ни вида, ни образа его не видели, выражает не то, что Бог имеет лицо, только незримое, а то, что иудеи не сказали, напрасно ты хвалишься, Бог говорил с одним только Моисеем, как действительно они и говорили, мы знаем откуда Моисей, с ним говорил Бог, а кто и откуда ты, не знаем, Лука 9, 29, вот он сказал так, показывая им, что у Бога нет ни человеческого голоса, ни вида, да что я говорю, продолжает он, вы не только глаза его никогда не слыхали и вида не видали, но и того, чем вы наиболее хвалитесь и в чем все вы уверены, будто вы принимаете и храните заповеди его, и это вам нельзя сказать о себе, это самое он давал им разуметь, присовокупив, и не имеете слова его пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал, 5, 38, то есть иконок, пророков, хотя Бог и дал эти заповеди, но их нет у вас, потому что вы не веруете мне, если Писание здесь и там учит, что надо веровать мне, а вы не веруете, ясно, что слово его не пребывает в вас, таким образом он далее прибавляет, потому что вы не веруете тому, которого он послал, потом чтобы они не сказали, как голоса его, говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, этим показывает, что Отец свидетельствовал через Писание, он свидетельствовал и на Иордании, и на горе, однако же на этот голос Христос не указывает, может стать, что они этому не поверили бы, потому что в одном случае они не слыхали голоса именно на горе, а в другом и слышали да не обратили внимания, поэтому Христос отсылает их Писанием, показывая, что и в них есть свидетельство Отца, но сперва он уничтожает их старое самохвальство, будто они видели Бога, или слышали голос Его, так как можно было ожидать, что они не поверят словам Его о голосе Отца, представляя себе то, что происходило показав, что все это сделано было по снисхождению, затем отсылает их к свидетельству Писаний 269 Будем же и мы в состязании и борьбе с еретиками заимствовать для себя подкрепление из Писаний Во всякое Писание говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею 3 глава 16 и 17 стих Все Писание Бога Духновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен А не так чтобы одно он имел а другого не имел Такое еще не совершен Какая например польза скажем если кто молится прилежно а милость не подает нещедро Или щедро подает милость но лихаимствует и притесняет других Или подает только на показ людям и ради похвалы от зрителя Или хотя подает минусы не с полным усердием и для благоугождения Богу на тем сам превозносится и высокомудрствует о себе Или смиряется и соблюдает посты но при этом сребролюбив любостяжателен и будучи привязан к земле вводят а мамона наши если так и богат и богат и богат и трудами тогда как сами они подвержены казни мукам и невыносимым злостраданиям Не крайне ли это безумие трудиться и заботиться чтобы и при жизни истощаться от трудов и по смерти терпеть невыносимые наказания и мучения тогда как надлежало бы и здесь наслаждаться благоденствием а ничего не доставляет столько удовольствия как милостыня при чистой совести и по отшествии в другую жизнь избавиться там от всех зол и достигнуть бесчисленных благ как порог здесь еще прежде гиенна обыкновенно мучит преданных ему так добродетель еще прежде царствие доставляет здесь наслаждение подвязающимся в ней услаждая их жизнь приятными надеждами и постоянным удовольствием и так чтобы нам получить это удовольствие и здесь и в будущей жизни обратимся к добрым делам таким образом подобимся мы и будущих венцов которых и да удостоимся все благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков Аминь